Привет-привет! Ну что, это последний уровень No Res for the Living. Что ж, мы начинаем. Появляемся в этом красном-красном храме, я не знаю. Первым делом идем сюда. Пускаем эту стену. Нажимаем эту кнопку. Здесь мы находим плазмоган и карту. Далее проходим сюда, забираем броню, припасы. Ну и ракетинг, собственно. Итак, я сейчас буду немножко стрелять по стенам, потому что в думе бесконечно длинные взрывы, скажем так, чтобы немного импов подранить. Ну и все. Далее мы просто идем и нажимаем кнопочки. Нажимая на кнопочки, мы можем опускать эти строения, чтобы было место для маневра, потому что здесь оно понадобится. Тут, простите, кибердемон. Еще эту стену опустим. Пока она опускается, а делать на это долго, надо немножко побродить. Еще плазмоган. Итак, еще эту стену можно опустить. Ждем, пока и она опустится. Потом мы уже возьмем некий специальный предмет, который там лежит, и пойдем на кибердемона. Собственно, вот. Ой. Я забыл подобрать супердробовик. Ракетами его убивать такая себе идея. Ладно, сейчас я быстренько его поищу. По-моему, вот это. У кибердемона сопротивляемость к взрывам, то есть он получает урон просто от попадания ракеты, но... Очень долго его. Хотя, в принципе, я его подранил достаточно хорошо. Там не супердробовик, там миниган, по-моему. Вот он здесь, кажется. Ой. Ладно, ты напросился. Ты будешь умирать медленно. Где ты там? Нету. А, ну да. Я его достаточно хорошо подранил. Тем не менее. Так. Где еще раз это? А, ну да. Вот здесь. Тем не менее, нам нужно открыть эту зону супердробовиком, потому что там еще двоим пообитают. Ну и все. Итак, сейчас нажму эту кнопку и будет немножко шумно. Давайте лучше отойдем немножко. Да, вот так вот. В принципе, все это можно сделать, даже не убивая кибердемона, он просто будет мешаться. Итак, открываем теперь эту стену. За ней будет толпа имбов. Итак, ну, это должно быть все. Нам нужно туда, но у меня ощущение, что я что-то забыл. Ммм, секундочку. А, ну нет, все на месте. Итак, значит, прыгаем в локло-форму сюда. А потом на вот эту вот лестницу и в портал в стене. Теперь идем в этот портал. Так, еще раз проверим. Все. Ну и это, собственно, Рейсфулы Ливень. Да, в последнем уровне, конечно, ничего особенного нет, я бы сказал. Но он интересен. Именно вот то, как этот уровень построен. Такие маленькие коридоры, кибердемон по ним ходит, куча импов. Конечно, из-за генератора случайных событий может произойти все, что угодно. И поэтому этот уровень интересен. Но мне сейчас повезло. Что еще сказать? Это прекрасный лад. То есть он не хардкорный, не с какой-то заявкой, знаете, на сложность там, на какое-то. Просто приятный маппак, чтобы там поиграть, провести время. Тем более, сейчас для этого не нужно покупать Xbox 360 или Doom 3 BVG Edition, чтобы поиграть в Новый Рейсфулы Ливень. Так что, да? Я думаю, это подстоит вашего времени. Ну, тут очень хорошие уровни бывают. Они почти все хорошие. Да, что они все хорошие. Они мне все нравятся. Веселые, быстрые. Ну что ж. Я, наверное, продолжу Bright Island делать. Но по поводу дома. У меня есть идея заняться некоторыми дополнениями, которые здесь добавили. Именно Double Impact. Еще No Ending Sight в Doom 1. Но еще есть мысль попробовать мастер уровня все-таки пройти. Я не знаю, хочу ли я их с геймпадом играть, но... Это следующая уже история. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.